Торговля Торговля, купечество и таможенное дело в России в 16-19 веках, открывшиеся 28 сентября в Университете Лобачевского. Каждая конференция имеет результат не только теоретический, но и результат практический. В том числе, поскольку наша конференция проходит в стенах высшего учебного заведения Нижегородского национального исследовательского университета, то одним из практических выходов таких конференций является совершенствование и пополнение учебных программ, учебных курсов. Я думаю, что для Нижегородского университета наша конференция и в этом плане будет полезна. Организатором конференции при поддержке фонда фундаментальных исследований стал Институт международных отношений и мировой истории Университета Лобачевского, на площадке которого собрались ведущие ученые-историки, представители вузовской и академической науки, сотрудники научных библиотек, исторических музеев и государственных архивов из 35 городов России. Нужно понимать, что вот эта конференция – это очень важная общероссийская площадка для обмена мнениями ведущих специалистов в области истории и истории экономики. И традиционно множество высококлассных исследователей она привлекает. То есть здесь определяются на самом деле основные такие тренды, модные направления в изучении экономики, в изучении истории экономики. И я думаю, что судя по программе, вот некоторые такие актуальные направления, они будут озвучены здесь, ну и собственно проработаны участниками. Программа конференции оказалась очень насыщенной. Но первоочередное внимание было уделено соотношению экономических и культурных, экономических и политических факторов в развитии нашей страны. И не случайно местом для проведения такого масштабного мероприятия был выбран Нижний Новгород – город, занимающий особую нишу в истории не только российской, но и международной торговли. Нижний Новгород сыграл и играет, наверное, колоссальную роль в истории российской торговли. И Нижнегородская ярмарка, и Караван России, вы все знаете. И, конечно, вот мы отсюда очень хорошо видим, какую роль играла торговля, и какой опыт мы можем взлечь. Вот здесь сливаются две могучие реки, правильно? Здесь у нас проходят важнейшие коммуникации в широтном направлении, с запада на восток и с востока на запад. И здесь идет колоссальный обмен товара, возникает этот узел. И вот этот узел как бы скрепляет всю страну. И мы здесь и будем говорить об этом, какой опыт накоплен в этом плане. Редактор субтитров А.Семкин